Тема сегодняшней лекции – острое отравление. Общий вопрос в токсикологии. Отравление, патологическое состояние, развивающееся вследствие взаимодействия живого организма яда. Яд – это чужеродное химическое соединение, которое нарушает течение нормальных биохимических процессов в организме, вследствие чего наступает расстройство функций, приводящих к смерти. Классификация ядов и отравления. Классификация ядов и отравления. Классификация ядов и отравления. Классификация ядов и отравления. Полезин и выведение ядов. Литарный синтез. В процессе биотрансформации из слабого яда образуются высокотоксичные соединения. Клиническая стадия отравления. Токсический агент находится в организме в дозе, способной произвести специфический эффект, связанный с нарушением функций белков, мембран и других рецепторов токсичности. Токсическая агента. Для нее характерно следовало поражение структуры и функций различных органов и систем до их полного восстановления или гибели. Основные клинические симптомы – психоневрологический, дыхательный, гемодинамический, нарушение ВЭП, КШР, гастроэнтеральный, гепатеринарный и кагулопатический. Общие принципы лечения острых отравлений – экстренные самовзаимопомощь на дому, первая врачебная помощь, бригада скорой помощи и госпитализация, экспресс-диагностика, клиническая, лабораторная, патоморфологическая, общие принципы лечения, немедленное прекращение поступления яда в организм, специфическая антидотная терапия, коррекция нарушенных функций организма, ИВЛ, инфузионно-трансфюзионная терапия, управление гемодинамикой, гемодиализм и другие. Активная детоксикация – удаление токсических веществ из органов и тканей. Принципы антидотной терапии. Начало в первые часы, 70% антидотов, первые 6-12 часов. Использовано максимальных дозиров, полная уверенность, генезия, отравление. Классикация антидотов. Химические специфические взаимодействия с ядом, перевод его в нетоксичные водорастворимые соли, халаты. Контрактного действия, активированный уголь. Парентеральные действия, унитол, кетоцин. Биохимические конкурентные взаимодействия с ферментами, этиловый спирт при отравлении метанолом. Фарматологический антагонизм действия токсических веществ на один и те же функциональные системы организма, атропин или отравление фос. Иммунологические антитоксические сыворотки, дигибинт к дигоксину. Классификация методов активных детоксикаций. Эфферентные методы, обеспечивающие активацию или поддержание экскриторных механизмов детоксикации. Стимуляция и мочеотделения. Форсированный диурез, энтеросоркция, искусственная диарея, стимуляция желчного отделения. Афферезные методы. Операция замещения крови, общее отмывание организма. Плазмофорез, плазмообмен, наружное отведение лимфо-форез. Методы моделирующие механизмы. Разведение и мобилизация токсичных субстанций. Инстракорпоральным воздействием. Детоксикационная и инфузионная терапия. Иммуно-трансфузия. Экстракорпоральным воздействием. Гемосоркция, плазмофорция, лимфосоркция, ликборосоркция. Методы моделирующие экскриторные механизмы детоксикации. Цель их замещения. Цель их замещения. Интракорпоральный, перитональный диализ, кишечный диализ, легочной диализ. Экстракорпоральный гемодиализ, гемо-ультрафильтрация, гемофильтрация, гемодиафильтрация. Методы активации замещения моделируют механизмы биотрансформации. Малопоточная оксигенация крови, электрохимическое окисление, озонирование крови, подключение изолированных органов. Экстракорпоральная перфузия фрагментов органов или клеточно-тканевых взвесей. Уровень воздействия экстракорпоральных методов. Крупномолекулярные фрагменты, альбумин, гамма-глобулин, иммуноглобулин, фибриноген, маркер, меланон, липопротеины низкой плотности. СПФА – это гемофильтрация и гемодиафильтрация средней молекулярной фракции, медиаторы повреждения средней молекулы. Гемодиализ – низкомолекулярная фракция, калий, натрий, хлор, аш-сотрик, креатин, мочевина и плюс вода. Методы коллекции эндотоксикоза. Разведение или иммобилизация ЭТС, биотрансформация, удаление. Первый – инфузионная гемодиализация, гемосорбция, энтеросорбция. Биотрансформация – это гемооксигенация, электрохимические окисления, фотомодификация, перфузия через ксеноорганы или клеточные звезды. Удаление ЭТС – это гемодиализ, плазмафорез, гемофильтрация, гемодиафильтрация, ультрафильтрация, форсированный диализ, гемосорбция. Технологическая основа – экстракорпоральная детоксикация. Мембранный, сорбционный, гравитационный. Мембранный – это гемодиализ, гемофильтрация, ультрафильтрация, гемодиафильтрация, плазмафорез. Сорбционный – это гемосорбция, плазмасорбция, лимфосорбция. Гравитационный, плазмафорез, дискретный или аппаратный. Основные методические принципы проведения экстракорпоральных гемокоррегирующих операций Это примедикация, сосудистый доступ, гемоделюция, стабилизация крови, основная часть операции, завершение операции После операционного поддержания и развития достигнутого эффекта Принципиальная схема экстракорпоральной дезискации Это антикоагулятор, массообменные устройства, насос и пациент Гемодиализм, избирательная диффузия Диффузия – это перемещение веществ от высокой концентрации, более низкой, сквозь полупроницаемую мембрану Избирательная диффузия – это диффузия, в процессе которой в зависимости от свойств мембраны Сквозь не будет проникать вещество в определенную молекулярную массу, либо с определенными свойствами Вот, пожалуйста, это диализактат То, что пациент, через этот корректор проходит, очищается и возвращается к больному Через вену, да, через двумя венами Капиллярный диализатор Точно так же Здесь находится диализатор абсорбент Ультрафильтрация Ультрафильтрация – это методика, при которой одновременно с диализом из организма удаляется излишек жидкости Скорость ультрафильтрации определяется изменением давления полости диализатора За счет создания вакуума с одной стороны диализирующей мембраны или увеличения давления в контры Ультрафильтрация Гемофильтрация – метод очищения крови посредственной фильтрации через искусственную высокопроницаемую мембрану Одновременным намещением удаляемого фильтратора, специальным раствором Видите, субституат, да, и удаляются ненужные вещества Гемодиафильтрация – это при гемодиафильтрации одновременно происходит два процесса Гемодиализ, диффузия веществ через полупроницаемую мембрану Диализатор между крови пациента диализирующей жидкости Гемофильтрация – конвективный транспорт воды и растворенных в ней веществ через полупроницаемую мембрану гемофильтра Вот таким образом Плазмафорез Механизм плазмафореза складывается из двух основных факторов Механическое удаление из организма вместе с плазмой токсических продуктов Возмещение утраченных и недостающихся компонентов внутренней среди организма Путем переливания донорских плазм, полиионных растворов, алюмина, декстрана Вот смотрите Плазма, плазмафильтр, антикоагулянт и замещающий раствор И возвращается к больному Гемосорция Метод экстракорпоральной детоксикации основан на перфузию крови через колонку сорбента Видите, через сорбент и возвращается к больному Основные типы группы сорбентов Тип сорбента, неспецифические сорбенты Группа активирования уголь, инообменные смолы Физический принцип действия, физическое удаление или абсорбция И ионный обмен Специфические сорбенты, аффинные сорбенты Специфические действия, легант, токсин Ферментные модификации токсина, фермент, субстрат Иммунные сорбенты Это комплементарные связанные токсины, антигены, антитела Методы детоксикации Методы усиления естественных механизмов детоксикации Очищение ЖКД, промывание желудка, очистительные клизмы Слабительный кишечный лаваш Форсированный диурет Этапы водно-электронной нагрузки До 2-3 литров ашалачаев Раствором сода, трисамин Введение диуретики В дальнейшей инфузе соответствует со скоростью диуреза Коррекция КШС Лечебная гипервентиляция При отравлении угарным газом Углекислый газ, сероуглеродом, хлоруглеводородами Лечебная гипотермия Торможение летального синтеза При отравлении метанолом, этиленгеликолем ГБО при отравлении угарным газом Клаачным газом, нитратами и нитритами Искусственная детоксикация Солнце, плазма, гема, лимфа, ликвара, эндера Аппликационная детоксикация Диализм и инфильтрация Гемопертониан, кишечный Ультрафильтрация, гемофильтрация, гемодиафильтрация Физиогемотерапия Ультрафиолетовое облучение крови Лазеротерапия, магнитотерапия Применение гипохлорида натрия Разделение или замещение крови, лимфы Инфузионная терапия плазмопалис, обменные переливания крови, лечебная лимфория. Отравление алкоголем, патогенез, нарушение синаптической передачи нервных импульсов, всасывание до 20% всасыватель желудка, 80% кишечника, 90% алкоголя окисляется в печени, выделяется через печень, 1-2% каталоза в ткани, часть выводится мочой в неизмененном виде. Ацетил, альдикид, уксусная кислота, СО2 и H2O, алкоголь дегидрогеназа, метаболизм этилового спирта. Стадия алкогольной комы, это поверхностный нерв, отсутствие речи, контакта, неврологический, мёс, плавающие глазные, яблоки в разные стороны, гипертонус, трезь, миофибрилляция, то есть судороги, глубокая, полная, утрата болевой и любую чувствительность, гипотония, гипотермия, метаболический, ацидоз, гиперкоагуляция. Если мы в это время не окажем помощь, больной, если будет на 0,4 сдвига PH, мы можем потерять этого больного. Психоневрологический, гемодинамический, дыхательный, клинический синдром. Какие бывают? Степень тяжести отравления, степень тяжести и содержание. Лёгкая 0,5, средняя 1,2 литра, тяжёлая 2,3, смертельная 5,6 литра. Осложнение отравления алкоголем, обструкционно-аспирационное западение языка, то есть они не контролируют и не получаются западения языка, гипоксия, это остановка сердечной дыхательной и сердечно-сосудистой деятельности. Другая рвота с аспирацией, развитием синдрома Мендельсона, пневмония, асфиксия рвотными массами, синдром позиционной компрессии мягких тканей. То есть они могут положиться лицом вниз, и аспирация, и чем хотите, пожалуйста, и сдавливает шейные сосуды, и бурные клетки, и тоже может быть плачевно закончится. Алкогольная нея, полинейропатия, алкогольная дивирия или белая горячка. Интенсивная терапия отравления алкоголем, восстановление проходимости дыхательных путей, введение воздуховодок, интубация тракея при глубокой коме, уменьшение саливации от тропин, промывание желудка при глубокой коме после предварительной интубации тракеи до 10-15 литров воды. Инфузионная терапия, форсирование диуреза, коррекция В, раствор вингер, глюкоза, натрий, калий, хлор, магний, СО4, И, коз, сода, раствор соды, 4-процентный или 7-процентный, витаминная терапия, комплекс витамин, В1, 26, В, по 3, 5, 6 до 10, 15 миллилитров, введение слабительного, да, магний, СО4, это магний, сульфат, в озерении очистительной клизмы суррогата алкоголя препараты на основе алкоголя гидролизм и сульфатный спирт динатурат альдегиды клей бфт настойки пиона лосьон лосьону любую и палютура препаратные не на содержащие этиловый спирт это этиленгеликоль растворитель антифриз метанол древесный спирт качество растворителя палютра и лакахта отравление этиленгеликол метанолом этиленгеликоль гликолевый альдегид глиоксан и шавеля уксусная кислота аль алкоголь дегидрогеназа метаболизм этиленгеликоль 60 процентов метаболизм печени смертельный до 100 миллиметров это метанол да диагностика этиленгеликоль мочи клиническая стадия отравления этиленгеликолем начальное опьянение головная грубитом ремстошнота нейротоксический кома нарушение со стороны органов дыхания и кровообращения сердечно-сосудистой системы гепатонефротоксическая желтуха алига а нуля метанол формальдикит шавель векистом аль алкоголь дегидрогеназа метаболизм метанола и всегда метанол обнаруживается в моче клиническая стадия что при отравлении этиленгеликолем интенсивной терапии отравления этиленгеликолем и метанолом что может быть интенсивной терапией наоборот 33 процента внутрь 100 миллиметров этилового спирта затем каждые 4-6 часов по 50 миллиметров при коме внутренней введения ветилового спирта 5 процентный из расчета 1 грамм 96 процентов спирта на килограмм веса сутки используем препарта аль алкоголь дегидрогеназа те же меры интенсивной терапии что при отравлении телом алкоголем при опын гемодиализм гемософта лимфософта и все которые были дезинфикационной терапией гепатопротекторной терапии гулькоза витамин эссенциал геттрал гипомерз при поражении зрительного нерва супра орбитальные введения преднизолона глюкоза атеф и навокаина отравлению уксусной кислотой это самое тяжелое отравление это уксусной кислотой столовый уксус 6 процентов уксусные средства 70 80 процентов местное действие жкт оральные все полностью получается ожог да ожог слизистой желудочно-кишечный трактор резервтивные действия геомолизм выход свободного гемоглобина то есть когда выход свободного гемоглобина полностью что закупориваются бауминовские все сосуды почек и наступает некроз картикального слоя почек и развивается о пн дпн повреждение клеточными гипоавалимический шок двс все эти симптомы более выражены при отравлении уксусной кислотой экзотоксический шок первые полтора суток ожог и токсении вторые-третьи сутки инфекционное осложнение до 14 кг эзофаги гастрит трахеобра пневмония панкредит перитонит вплоть до кровотечения или может быть даже перфорацию стенозирование и ожог и астенизации с двадцатого дня и может быть выздоровление последующим не всегда заканчивается чем гастростомии или замена пищевода долго уходят люди не лечатся у них перерождение степень тяжести отравления уксусной кислотой степень клиника доза при свободной гемотяжи с внутрь миллилитр легкая 15-40 составим доль георгий средние 40-75 диски морис нарушение геморгий и геморрагический инфекционное осложнение тяжелый полный риск осложнений даже первые двое суток может быть закончится осложнение при отравлении уксусной кислотой ранее позднее я уже вам говорила все это интенсивная терапия при отравлении уксусной кислотой промывание желудка аналгезия и лечение из-за токсического шока инфюзионно-транслюзионной терапии симптомной мематики устранение геморроза форсированную диурез ошелачивание плазмофорез лечение токсических аглопатии гепарин гепарин фраксипарин иноксипарин кликса при желудочно-кишечном крови гемостатике аж 2 блокатор гипотермия желудка эндоскопическая прогуляция при ожоге дыхательной патриотерапии для уменьшения активных следствий и пронизолон два раза два раза утром 7 часов и антибактериальная терапия гепатопротекторы и инфюзионной терапии местное лечение ажгу вазелина анастезиналмагель и левомицетин отравление фосфора органическим соединением классификация сильно действующих теофос метафос мелька тофос актометил высоко токсичный фосфор метихлофос метил меркам тофос и флатофос базудит средний токсичность хлорофос карбофос метиллентрофос и сайфос мало токсичный дианокс валиксон домфос галаксан гордон механизм действия фос действий на ферментные рецепторные системы летальный синтез патофизиологические эффекты при отравлении фос мускариноподобный миоз парадикардия револта усиление слюноотделения бронхардия бронхоспазм диарея и снижение артериального давления никотиноподобные токикардия мышечная дрожь внедриаз повышение артериального давления миофибрилляции кроероподобные неоплигия скелетная мускулатура калиотоксичество снижение с замедления проводимости центральное беспокойство возручения угнетения сознания сосудодвигательные дыхательных центров клинические стадии возбуждения угнетена на 10 процентов головная пульс снижение астродозрения психоматом возбуждения него саливаться снижение сердечно-сосудистой чссд и артериальное давление гипотония гиперкинезов судорог угнетена на 10 50 процентов сомпур миоз без фотореакции потлива саливаться бронхорея диаре миофибрилляции риск и повышение артериального давления параличи гумнительно на 50 80 процентов хомо рефлексии риски минус гипергидроз и экзотический шок отек любви непроизводные мочеспускания и дефекация степени тяжести легкий средний тяжелые опасности осложнения отравления фос ранее нарушение со стороны дыхания бронхоабструкции про дипной паралич дыхательной мускулатуры внимание ценность кома токсическая психоза гемодинамика блокады фибрилляция желудка в шок позднее остение остаточные параличи интенсивная терапия отравления фос промывание желудка и активированный уголь повторно промывание через 4-6 часов антидотная терапия атропинизация умеренного умеренного негряза сухость кожи слизистого лучей со 100 110 ударов в минуту ряд реактиваторы диетексим 6 грамм в сутки дипероксин до 2 грамм в сутки и за нейтрозин 4 грамм в сутки активная детоксикация форсированный диурез гемосоциум гемодиализм перитомиальные дыхательные кишечные и другие виды диализов гемосоциум гепатопротекторная терапия витаминотерапия глюкоза и сенциал трансумбликальная инфузия препаратов антибактериальная терапия зависит от патогенеза патогенической симптоматической терапии инфлюзионной терапии коррекции гемодинамика шер и лечение острый дыхатель не даст успеха я противопоказания где полежите шер и локсанта прозерить сердечный гликозид и барбитурак и фрин витаминная группа b1 отравлению оксиуглерода этиология отравления при пожарах при закрытии печей не прогревшим топливом от выхлопных газов патогенез гемической гипоксия образование гемоглобин углерода тканевая гипоксия и нативация цитохромоксидаза мио-ринальный синдром образование карбо-окси геоглобина легкая степень до 10 30 процентов спутанность сознания головной боль большим в ушах вялость так как так так и пноя в этих случаях если человек вынесешь на свежий воздух и симптом можете быстро пройти до а средний 30 60 процентов к когда гемоглобин карбо-окси да потери сознания судороги негрязь синюшно-бакровый цвет кожных покровов то есть здесь идет гипоксия а тяжелый 68 процентов длительная потеря сознания судороги порезы паралич аритмия инспираторная дышка алый цвет кожи как будто сгорел дах остановка дыхания коллапс клинические формы типичные малоненственные потери сознания судороги остальное дыхание замедленное разделяется по степени тяжести а типичные и синкопальные белые асфиксии и эфорические возбуждения клинической стадии 3 до начальной угнетение центральной нервности и хоматозном состоянии отдаленные последствия гипотония инфаркопотомные изменения миокарит снижение слуха зрения и псевдодеменция интенсивная терапия вынос из атмосферы углекислым газом обеспечение проходимости дыхательных путей устранение гемической тканевой гипоксии оксигенотерапия ингаляция кислорода губок первые часы цитохром с 20 40 миллилитров внутри витамин c 20 30 миллилитров в сутки раствор глюкоза препарат железа количество не некие гемоглобинного железа профилактики лечения миорринального синдрома форсированный юрист гемодиализм патогенетической симптоматической терапии профилактики лечения судорожного синдрома седуксин диазепан а теплых лазикс гастропантии инфузионная терапия коррекция веб-кэшер гемодинамика дыхания при показаниях перевод в искусственную вентиляцию легких отравление психотропными препаратами патогенез угнетающие действия на центральную нервную систему кома угнетение дыхания кровообращения гипоксия нарушение беб-кэшер клинический синдром психоневрологический дыхательный гемодинамический клинической стадии засыпания сон поверхностной комы глубокого и пробуждения барбитраты короткого действия циклобарбитал гексобарбитал средний продолжительность барбамил и томинал длительное действие это фенобарбитал наркотическая аналитика опиоиды особенности клиники миоз парисфинтеров бродикардия бродипное снижение адренодавления нейролептики особенности центральной адреноблокады холинолитические гипотермические действия транквилизаторы особенности характерно снижение мышечного тонуса антидепрессанты особенностью возбуждения cns меняется и глубоким торможением трициклические антидепрессанты и часто холинолитический эффект аритмии блокады ингибитор мао гепатитры интенсивная терапия восстановление проходимости дыхательных путей при глубоких коми интубация трахея промывание желудка антидотная терапия при отравлении наркотическим препаратом на локсат 042 миллиграмм в интервене вензодиазипинами флозаминил 043 миллиграмм в интервене форсированный гемодиализ при отравлении водорастворенным препаратом гемосорбция при отравлении жирорастворим препаратом патогенетической симптоматической терапии коллекция гемодинамики в бед и к шр и перевод и искусственную вентиляцию легкие отравление ядов змей патогеность местные действия ранга отек резерктивные действия нейротоксические гемато токсическое повреждение клеточной мембранки поваление шок органы дисфункция гемолиз двс и острый точные недостаточности и так далее клинический синдром психо-неврологический двс опын интенсивная терапия местное лечение обработайте место укуса холодной водой и мобилизируем укушенную конечность а опустите и как можно ниже транспортирует пострадавшим неподвижным состоянием антидотной терапии противоизмеренные советы оксигенотерапия аналгезия форсированный юрист при опын гемодиализ уменьшение отек и стабилизация мембран антигистаминные гормоны кальцио-клоид лечение коглопатии гепарина терапии 10-20 то есть сутки нейтрализация протеаз атропин тросилу гордок скандрикал патогенетические симптоматическая терапия спасибо